Накануне состоялся матч группового турнира Мировой Лиги по водному полу, в котором встретились мужские сборные России и Венгрии. В первой четверти матча венгерская команда превзошла россиян. 5-1 для многих болельщиков до отказа заполнивших трибуны было шоком. Но во второй восьмиминутке подопечные Владимира Коробутова разобрались, что к чему и принялись штурмовать соперника. Первый период сборная, конечно, провалила. Мы начали очень зажато. Команда молодая, еще опыта не хватает в таких играх. И начали играть очень скованно. И что послужило, мы сразу пропустили несколько мячей подряд. Но у нас были моменты в первом периоде, которые мы могли реализовать, не реализовали. Вся игра началась у сборной России со второго периода. Если бы начать играть сразу, так как мы начали со второго играть, конечно, большой шанс было выиграть. Ребята очень хотели победить. Третья четверть и вовсе вселила в сердце болельщиков надежду. Российская команда сократила разрыв в счете до минимума после точных бросков Рыжова-Оленичева и Люсунова. Однако в последней четверти венгерская сборная снова уходит вперед. В итоге обидное поражение 7-10. Следующий ватерпольный матч национальной команды проведет 2 февраля со сборной Италии, действующим чемпионом мира. Я не могу прогнозировать. Мы будем исходить от той игры, которую мы сегодня. В целом, прежде всего, надо добиться, найти свою игру, свои взаимосвязи, связки наиграть. Ребята еще не чувствуют друг друга. Очень мало играют между собой. Представители четырех клубов здесь, поэтому нужно время, чтобы они сыгрались. Олеся Швыченко, Олег Буравцев, Волгоградское деловое телевидение.